Светлой памяти народного поэта Московии Ивана Васильевича Рудакова. Мой милый край, какое счастье быть с тобою вместе. Встреча с таким поэтичным названием собрала в районной юношеской библиотеке ценителей чувственной поэзии нашего земляка Ивана Рудакова. Обладатель звания Золотое перо Московии, дипломант литературных премий Гумилёва, Рубцова и Рождественского, кавалер Золотой Есенинской медали. Эти награды и регалии Иван Васильевич получил ещё при жизни. Имя Ивана Васильевича Рудакова тесно связано с нашей библиотекой. Ведь именно здесь зарождалось первое литературное объединение слова. Наше уютное, тёплое здание, оно как бы вот говорило о том, что приходите к нам, и у нас воспевайте своим политическим даром нашу жизнь, нашу работу, наших людей. Это счастье огромное, это радость безмерная возвращаться на родину после дальних дорог, так звучат слова народного гимна песни о Щёлкове. В стенах Щёлковской районной юношеской библиотеки Иван Васильевич руководил литературным объединением слова на протяжении 15 лет. 20 января Ивану Васильевичу исполнилось бы 89 лет. Первые стихи Рудаков написал в 11 лет, под влиянием событий Великой Отечественной войны. Их охотно читали советские школьники в популярной тогда пионерской правде. И сегодня читает молодое поколение школьники 7-го лицея. Всю силу гнева враг изведал. Он был сметён его волной. И слово звонкое – победа! Взметнулась птицей над страной. Иван Васильевич знает молодое и юное поколение, потому что много написано стихов, посвящённых ребятам, молодёжи. И потом примечательно то, что с удовольствием ребята это делают. Под впечатлением от подвигов советских солдат Иван Рудаков принимает решение не поступать на литературный факультет, а стать курсантом Казанского военно-авиационного технического училища. Самые яркие воспоминания о 25-ти годах службы Родине вылились в сборник стихов Рудакова. Очень одарённый человек, потому что он сочетал в себе как патриотическое творчество, посвящённое Родине, Щёлковскому району, так и вот цикл целый лирический такой, на который я вот особо внимание обратил. Иван Рудаков воспевал подвиги первопроходцев космоса, вместе с композитором Владимиром Комаровым записал марш космонавтов. Песня подымала дух специалистам, находившимся на борту космической станции. А ещё Иван Васильевич писал о безграничной любви к Родине, России, к родным местам, где живут дорогие и близкие ему люди. С его творчеством мы встречались именно в этой библиотеке, когда его была жена, его друзья. Мы сидели за чашкой чая, и он много посвятил стихотворений нашим людям. Спасибо ему мне тоже посвятил. В Щёлкове Иван Васильевич прожил до самых последних дней, нерасторжимо сроднился с Щёлковской землёй. И в знак привязанности сложил поэму, сказ о городе Щёлково и лучшие свои стихотворения. Город над Клязьмой, Подмосковье, любимый парк, песню о Щёлковском крае. В памяти о Рудакове в нашем округе названа улица, а на доме 24 по улице Октябрьской, где он жил, установлена мемориальная доска. В знак людской признательности за творческое наследие, в котором удивительным образом сочетаются простота и сложность, высокие чувства и радость бытия. Михаил Налютов, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щёлково.